Девушки отдыхают Вопрос в студию. Вопросы от подписчиков в выпуске новостей. Фронда, что нового? Очаровательная Мирай расскажет о свежих релизах. Интервью с руководителем отдела онгоингов. Эксклюзивное интервью с переводчиком студии. Итак, поехали! От выпуска до выпуска. Не стоит напоминать о том, какое время сейчас переживает весь мир. Но пусть серость будней своей квартиры не омрачает ваш настрой. Студия Фронда с удовольствием поможет пережить вам тяжбы самоизоляции. Налейте чайку, запасайтесь печеньками. Усаживайтесь поудобнее и добро пожаловать к нам. Студия Фронда готовит для вас новые интересные релизы. А ваши любимые дабберы призывают вас отнестись со всей ответственностью к самоизоляции и не покидать свои квартиры без крайней нужды. Но это еще не все. Вопрос в студию. Среди вопросов в студию пополнение. Пользователь Росток Истины, город не указан, пишет. Ночи добрый. Мне нравится ваша озвучка. Истинно благодарю за нее. Но меня удручает, что ваша аудитория столь мала. Почему так? Что вас мотивирует продолжать работу? Еще раз спасибо за ваши труды и удачи вам на пути. На вопрос вызвалось ответить руководитель отдела Дарам, Офелия. Огромное спасибо за теплые слова пользователю Росток Истины. Студия Фронда является достаточно молодой студией на просторах Фондаба. Однако уровень студии, количество контента и объем аудитории непрерывно растет. К примеру, полгода назад студия насчитывала от 3000 подписчиков, а наш контент – сотни просмотров. Спустя полгода наша аудитория начинается от 5000, а количество просмотров насчитывает тысячи. Мы активно работаем над качеством, расширяем штат, вносим новые направления. И я уверена, что на достигнутом мы не остановимся, и наша студия со временем будет охватывать все большую и большую аудиторию. Вне всяких сомнений и мотивацией для продолжения работы являетесь именно вы, дорогие подписчики. А ваша поддержка и обратная связь – наибольшим стимулом для достижения высот. Любому актеру, готовому расти в своем ремесле, важно знать мнение о своем творчестве. Следующий подписчик – родом с Крайнего Севера. Вот Никонор обрадуется. Дарья Гундерина из Мурманска пишет. Как проходит выбор проекта для озвучки? Не думали устраивать голосование у подписчиков с выбором озвучивания релизов? Вопрос достаточно интересный и весьма глубокий, поэтому мы решили посвятить данному вопросу целое интервью. В этом выпуске на данный вопрос ответит руководитель отдела онгоингов. Не пропустите! Спасибо за ваши вопросы. Общение с вами очень многое значит для нас. Напоминаем, что вы можете задать любой вопрос студии и даже конкретному даберу в соответствующей теме в нашей центральной группе. У тебя классный голос и ты хочешь стать дабером? Хочешь воплотить в реальность свои дизайнерские решения? Быть может ты певец? Все, что тебе нужно, просто оставить заявку в нашей центральной группе ВКонтакте, на которой можно пройти и подписаться по ссылке в описании. О горячих новинках и самых ярких релизах расскажет наш корреспондент, очаровательная Мирай. Фронда, что нового? Цветок и зверь Главная героиня Куми – новая ученица престижной старшей школы. Девушка знакомится с красивым и добрым парнем по имени Хё и сразу же влюбляется в него. Но не все так просто, как кажется, и девушка вскоре узнает, что Хё – известный школьный ловелас. Полпозиция При поддержке Хокута-сан Знакомы ли вы с ретро-играми? Может быть, вы слышали о достаточно известном в былые годы автосимуляторе Полпозицион? Даже если нет, не страшно. Потому что мы хотим познакомить вас с мультсериалом, который был выпущен по мотивам данной игры. Главные герои – сироты. Обворожительная Тесс, эксцентричный Дэн и любознательная Дэйзи, которые каждый день рискуют жизнью, участвуя в опасном трюковом шоу. И у каждого из них свои таланты в этом деле. Но и не только они. У семейки есть секрет, который они хранят долгие годы. Дарроты являются агентами, главной задачей которых является выявление иностранных шпионов. Удастся ли им сохранить свой секрет и выйти сухими из воды? Рамма Морское путешествие на новой яхте Куна обернулось катастрофой. Герои попали в корабль крушения, очутившись на необитаемом острове. Ну, или по крайней мере они так думали. Со временем начинают пропадать девушки. Сначала Шампу, а затем и остальные оказываются жертвами принца Томы, вознамерившегося найти себе жену. В релизе участвуют 15 дайберов студии Фронда. Приятного просмотра! Аргонавис Спин-офф по вселенной Бэнк Дримм, старательно озвученный вашими любимыми даберами. Свежие серии ангоинга выходят еженедельно, с адаптированными песнями и в многоголосой озвучке. Гитаристы Юта и Ватару собирают свою рок-группу. Но найти толкового вокалиста весьма проблематично. Поход в караоке меняет всё. Истории о творчестве, мечтаниях и дружбе в свежем ангоинге. Внимание на экран! Слушай, ты жаждущий странник! Слушай, ну нахуй секунду! Странник? Пойдёшь с нами? Точно! Ты странствующий пустынный странник, жаждущий воды в пустыне! Однако, это ещё не всё! Мы с сегодняшнего дня берём тебя на наш корабль! Будь добрый, объясни всё по поэтку. Хорошо! Во-первых, ты удивительный! Во-вторых, ты замечательно поёшь! Я бы тоже хотел послушать его пение. В-третьих, ты тот странствующий пустынный странник, которого мы так искали! В-четвёртых, ты дурак! В таком случае, нам нужно скорее найти остальных участников. Вот! Именно! Ведь я... Гений. Ты ведь любишь быть один? Коробка — отличная штука! Я нашёл клавишника! Ещё и песню может писать! А также, работа над вторым эпизодом «Властелин Франдец» идёт полным ходом. Фильм будет больше по хронометражу по сравнению с первой частью. Больше трэша, больше смеха, больше даберов и историй. Давайте же посмотрим свежий трейлер! Паладины не бухают! Паладины скушают явство! Ну так слушай! Романсические свечи на голову! За всей любовью я разгон отзор встретим! Он спутал нам все дорожки! Я забанил большинство студий фантапа! Теперь и фронте! Я насрою! Та рамы — это не так плохо! Ты хоть представляешь, сколько в них серий! Вопрос времени, когда мы запутаемся в ролях! Ой, блядь, я уже представляю, как из моего монитора на меня смотрят маленькие южнокорейские глазки! А мне вот, а мне вот зато! Да, Надя! Я звукар из студии фронта «Микелла». Не знаю я, кто такие эти ваши деньги. Великий Никонор! И дитина! И такой любви я не видел даже в Диком Ангеле! Нет! Нет! Диану! Её просто запись глушит! Фронта за кадром Студия Фронта всегда на гребне волны. Мы очень стараемся радовать вас самыми свежими релизами. О принципах своей деятельности и о том, как происходит отбор актуальных релизов, нам расскажет руководитель отдела ангоингов XAID. Здравствуй, XAID! XAID, расскажи нашим зрителям, каковы критерии выбора ангоингов. Выбор ангоингов осуществляется под следующим критерием. Изначально релиз не должен быть занят вакадимом. Также рассматривается актуальность новинки. То есть ангоинг должен быть интересным тем или иным подписчикам. Ну и само собой рассматривается заинтересованность наших дабберов в релизах. Как в отделе распределяется материал среди участников команды? Чтобы серии ангоингов выходили вовремя, чаще всего на релиз берутся два даббера. Один на мужские голоса и один на женские. Но, однако, бывают и исключения. К примеру, если на один ангоинг претендуют одновременно несколько дабберов, и сам релиз, по всеобщему мнению, достаточно интересен, мы принимаем решение выпустить релиз в многоголоске. Бывает и наоборот. Нехватка желающих озвучить тот или иной ангоинг. В этом случае на релиз выбирается свободный даббер, наиболее подходящий по голосу. К вопросу о сериях прямиком из печки. Ты принимаешь участие в озвучивании Органализ из Бэнк Дрим. Расскажи об особенностях этого релиза от студии Фронда. В этом релизе очень грамотно подобраны дабберы. Ангоинг выходит в многоголосые озвучки. Кроме того, так как релиз музыкальный, студии было принято решение адаптировать песни. Правда ли то, что участники озвучивают роли и песни буквально за сутки после выхода релиза на оригинальном японском языке? Да, сроки выхода данного релиза очень важны для участвующих дабберов. Часто мы работаем над серией всю ночь напролет, чтобы наши подписчики получили качественную и интересную озвучку как можно раньше. Пока мы действительно успеваем озвучить за сутки после выхода серии Ангоинга на японском языке. И мы очень заинтересованы и дальше выпускать серии Органализ как можно раньше. А как же участники, для которых вокал это что-то новое в творчестве? Как запели непоющие? Я и сам не пел до данного релиза. Да, приходилось трудно. Не так уж и легко побороть стеснение в себе. Но терпение и труд все перетрут. Кроме того, те, кто не пел ранее, получили поддержку более опытных в этой стезе творчества дабберов. Нам активно помогали Паладин-82 и Никанор. Большое спасибо. С нами был руководитель отдела Ангоингов Ксейт. Но каким образом наша студия получает материал для озвучивания новых серий? Чья роль фандаби не менее важна, чем роль даббера? О нелегком ремесле нам расскажет известный фандаби-переводчик Фубу. Здравствуй, Фубу. Доброго времени суток. Сотрудничаешь ли ты с другими проектами помимо студии Фронда? На данный момент в сфере фан-саба, фан-даба я ни с кем больше не сотрудничаю. Есть официальные контракты с определенными людьми, но это немного другая стезя, отличающаяся от аниме. Сколько языков ты знаешь? Я знаю английский, кто бы мог подумать. Японский разговорный на уровне где-то трех из пяти. Испанский язык и сейчас в свободное время учу китайский. Ты не ведешь счет переведенным материалом? Точно с счетом того, сколько серий аниме, фильмов и так далее я перевел, я не веду. Один раз пытался вроде посчитать и вышел, что-то около 600 плюс серий и 7 или 8 фильмов. Как давно ты ведешь свою деятельность переводчиков в фандабе? Это было начало 2011 года. Самым первым из того, что я помню перевел, это был фильм «Принцесса и пилот» и ТВ «Бенто». «Работа над каким проектом вызвала у тебя наибольшие трудности?» В свое время выходил ТВ с названием Джоши Раку. На недави, если не ошибаюсь, тогда его обозвали «Женская логика». Это аниме про японский театр кабуки и юмор данного театра. Очень сложно было переводить на русские шутки, которые практически на наш язык непереводимы, которые построены на двойственности значения некоторых слов и тому подобному. Если на обычный перевод сырой серии не выходило где-то 3-4 часа, на серию данного ТВ уходило 6 часов минимум. Большое спасибо, Фубу! Благодаря твоему ремеслу все мы имеем возможность насладиться замечательными релизами. До новых встреч! На этом наши новости подходят к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Instagram и центральной группы wiki.com. С вами были ведущие Ньюсфронда Нилович и Фрик. Приятных просмотров и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!